Важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. Такую задачу перед руководителями региональных министерств здравоохранения в своем ежегодном послании федеральному собранию обозначил Владимир Путин. Ингушетия в прошлом году уже сумела добиться весомых результатов в этом направлении. В республике открыли сразу четыре учреждения здравоохранения. Первопроходцами стали врачи республиканского центра в тезиопульмонологии, на базе которого успешно проводятся тероскопические операции больным туберкулезом и онкологией. С момента открытия центра в тезиопульмонологии прошел год, однако за этот период врачи успели провести больше ста операций, и это не считая тех оперативных вмешательств, которые проводились ими в этой области ранее. Немного позже в Плеево открыли онкологический диспансер. Первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которым нет на Северном Кавказе. Здесь можно проведить оперативные вмешательства, химио и лучевую терапию. Ингушским онкологам удалось повысить выявляемость недуга на ранней стадии его развития, что в свою очередь влияет на снижение смертности из-за запущенных форм заболевания. В ноябре прошлого года ведущие онкологи России в рамках профильной комиссии представили проект национальной программы по борьбе с раком, который позволит определить направление развития онкологической службы в стране. Некоторые этапы реализации этой программы ингурские медики уже прошли. Сегодня мы подаем новый документ в рамках подготовки к этой программе и многие позиции по оснащению диспансера, по строительству корпусов нами уже реализованы. В этом смысле можно говорить, что мы в какой-то мере опередили реализацию пунктов той самой национальной программы по борьбе с качественным образованием. Впрочем, не меньшими результатами радуют и врачи из Республиканского перинатального центра, который открыли в июне прошлого года. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащенное современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до этого не было. Уже в госпитальных условиях прошли лечение более 10 тысяч пациентов, 2,5 тысячи родов у нас прошло. Около 800 проведено операций из них, операции, которые мы сделали новорожденным нашим ребятишкам, их около 40. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает в 80 лет. В своем послании к Народному собранию глава Ингушетия отметил, что республика лидирует в этом направлении. Показатель продолжительности жизни в регионе составил 81,6. Повышение качества оказываемой медицинской помощи тоже сыграло в этом особую роль. В этом году нашим врачам в одной из клиник республики была успешно проведена сложнейшая операция на глаза старейшему ингушетскому долгожителю, Апазу Ильеву. Скажу так, что многие врачи многих регионов, в том числе и через консультацию, отказываются от такой операции. Почему? Потому что возраст человека, давление и так далее, это одно из сложных таких проектов. Но наши врачи с этой задачей справились. Глава Ингушетия также определил ряд задач, которые предстоит решить правительству республики и региональному Минздраву. В первую очередь необходимо продолжить работу по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям, повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и создать комфортную среду и атмосферу доброжелательности в медучрениях. Разве навсегда необходимо решить вопрос с нехваткой медикаментов в больнице? Люди должны получать помощь в полном объеме. Нельзя забывать, что человек обращается в больницу с конкретными проблемами и недугом. Задача персонала медицинских учреждений оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме и с высоким качеством. Те, кто об этом забывает, конечно, должны искать себе работу в другом месте. На это надо обратить внимание как Минздраву, но особенно, конечно, депутатскому корпусу, который курирует в направлении здравоохранения. В течение ближайших трех лет в сельских поселениях республики должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебная амбулатория. Глава Ингушетия также добавил, что необходимо усилить в регионе профилактическую работу в области здравоохранения, которая реализуется в рамках президентской программы «Здоровая нация», и которая также была отмечена в послании президента России. Мадина Пугоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.